Добрый вечер на канале Бук ТВ. Большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Смотрите в сегодняшней программе. Западный обход разрешил сверхзадачу по разгрузке основных дорожных артерий города. Повлек за собой динамичное строительство в южной и северной части города. Что дальше? Будет ли еще один виток его строительства? Ситуацию мониторила Людмила Логодич. Возможность быть услышанными, задать волнующие вопросы. Шанс познакомиться поближе с теми, кто руководит регионом. Общественные диалоговые площадки собирают молодежь. Встречу заместителя председателя Брестского облсполкома Геннадия Борисюка со студентами Пушкинского университета проанализировала Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Страна счастливого детства. Уголок творчества. Место силы и вдохновения. Система дополнительного образования детей и молодежи Брестского региона празднует 80-летие. Эксклюзивное интервью и яркие моменты мероприятия в материале Ирины Кузьмича. Брест активно растет и расширяется. Мощным толчком к развитию городской и транспортной инфраструктуры послужили различные проекты и их финансирование к празднованию тысячелетия нашего города. К этой торжественной дате приурочили и открытие западного обхода, который стал самой большой и сложной транспортной развязкой в стране. На протяжении двух с половиной лет жители города внимательно следили за каждым шагом самого масштабного строительства. Теперь, когда движение по этой транспортной развязке в активной фазе, даже скептики вынуждены признать, путепровод избавил город и его жителей от многих проблем. Вместе с тем, с его открытием, у города появились и новые перспективы. Подробности в сюжете Людмила Лагодич. За два с половиной года строительства в Бресте появилась новая транспортная развязка колоссального масштаба. Протяженностью порядка трех километров. Новый путепровод соединил Брест и погранпереход Козловичи на границе с Польшей, выезд на трассу М1 и дорогу Р17 в сторону границы с Украиной. Помимо этого, разрешилась сверхзадача по разгрузке основных дорожных артерий города. Движение большегрузного транспорта проходит теперь, минуя центр. С открытием второй очереди западного обхода значительно улучшилась логистика движения транспорта у нас в городе. Обеспечена удобная связь между микрорайоном Дубровка и улицей Героев обороны Брестской крепости. Также основной поток легкового и грузового транспорта микрорайонов Дубровка и Речица был направлен по западному обходу, что позволило исключить возникновение постоянных заторов на улице Брестских дивизий, происходящих при закрытии железнодорожных переездов. По этой же причине 8 маршрутов экспрессного сообщения, а также 11 автобусных маршрутов были также направлены по путепроводу. Вместе с этим решены такие задачи, как увеличение скорости движения транспорта, уменьшение расхода топлива на маршруте, а также в целом улучшение экологической обстановки. Список преимуществ введения западного обхода на этом не ограничивается. Два этапа его возведения повлекли за собой динамичное строительство в южной и северной частях города. Так, в планах генеральной застройки появился новый жилой район под названием Северный бульвар. Комплекс состоит из трех одинаковых сегментов с разноэтажными домами. Дома все будут выполнены в железобетоне, то есть с помощью брежелстроя. Примерное количество квартир – 720. Помимо этого, уже сейчас идет активная застройка трех жилых кварталов по улице лейтенанта Рябцева. Комплекс украсят дома в 5, 11 и 16 этажей с изображением авиатехники в честь летчика-героя Советского Союза, именем которого названа улица. В непосредственной близости будет расположен торговый центр и различные объекты обслуживания. В то же время, с другой стороны, с южной части города, сегодня идет завершение реализации юго-западного 5-го района и ведется проектирование юго-запада 1-го. В рамках проектирования в ближайшие два года будет запроектирован и построен участок, недостающий участок западного обхода в этой части, который по итогу свяжет южную часть направления города с северной частью. И уже сегодня можно, в принципе, без проблем добраться до Дубровки, Речицы, Граевки с южной части. Ну, а когда это все будет реализовано, город станет более проницаемый и более удобный. Также ряд новых площадок, которые идут вдоль вот этой магистрали, по сути, продолжение западного обхода, который перейдет улица Мытния, который перейдет в сторону Ковельского шоссе. Мы сегодня проектируем, например, детальный план в районе улицы Кирпичной, в районе озер. Интересная такая тема – Брестская Венеция. Ну и несколько еще также детальных планов бывших территорий военных, которые сегодня тоже рассматриваются как потенциальные территории для жилой застройки. Реализовать представленные проекты в части жилых кварталов планируется в ближайшие два-три года. А в целом генеральный план застройки рассчитан до 2030 года. Есть и основания полагать, что и очередной этап строительства западного обхода будет завершен до окончания этого срока. Как раз на этой площадке планируется проложить продолжение путепровода, который свяжет первую очередь западного обхода с улицей Мытния. Это будет широкая шестиполосная магистраль, достаточно скоростная. И она в итоге выйдет на Ковельское шоссе и свяжет южную часть города с северной частью. По обе стороны от западного обхода, от улицы Мытней, у нас планируется с этой стороны Брест-Сити, это комплекс офисных зданий и затем жилая застройка. А с этой стороны планируется площадка под многофункциональный торгово-развлекательный комплекс. Согласно генеральному плану застройки, наш город расширять свои границы не будет. Вместе с тем уже идет и будет продолжена поступательная работа по пересмотру существующих площадок и оценке их перспективности. Уже совсем скоро Брест начнет весело и массово отмечать любимые всеми праздники Защитника Отечества и Международный женский день. Однако в памяти жителей города и на многочисленных фотографиях и видео еще надолго останется праздничная новогодняя иллюминация. Усилия различных предприятий и организаций, а также просто неравнодушных горожан по преданию Бресту неповторимого новогоднего облика не остались незамеченными. Именно в феврале каждого года по традиции подводятся итоги осмотра конкурса на лучшее новогоднее оформление в московском районе. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Вот так сердечно сотрудники московской администрации Бреста встречали тех, кто подарил этой зимой городу миллионы киловатт душевной теплоты и радости. Море новогодних огней и десятки праздничных инсталляций. В конкурсе на лучшее новогоднее оформление на этот раз участвовали порядка ста организаций. Украсить к Новому году родной Брест откликнулись сотрудники промышленных предприятий, специалисты коммунальных служб, коллективы торговли и общественного питания, сферы услуг, банков и транспорта, а также просто неравнодушные граждане. Ежегодно в феврале месяце у нас подводятся итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление в московском районе города Бреста. Понятное дело, что отмечаются предприятия, кооперативы, домовладения, объекты социальной сферы. Понятное дело, что за счет бюджета все не украсишь и то, что когда идут частные инициативы, украшения, они только всегда приветствуются. В этот раз зима по-настоящему порадовала Брещан, восполнив резерв за все предыдущие годы. На фоне белого снега по-новогоднему волшебно и красочно смотрелись праздничные инсталляции, яркие огни вдоль проспектов и магистралей, необычное оформление парка воинов-интернационалистов и, конечно же, парк мира, который и в этом году сказочно и креативно украсило для Брещан предприятие «Савушкин продукт», за что и было удостоено гран-при конкурса. Брестские предприятия и организации радовали нас в холодные зимние вечера, а теперь настала их очередь принимать в свой адрес теплое сердечное поздравление. Нам очень приятно получить такую награду за вклад в украшения, за праздничное настроение жителям города Бреста. Мы ее получаем уже не первый год и будем стараться и так же, как и раньше, дарить счастье, дарить хорошие, теплые эмоции нашим согражданам. Порадовали земляков и были выделены специальными призами также предприятия «Брест Жилстрой», «Бугинком», «Экватор Брест», «Белтелеком» и «Брест Облнефтепродукт». Сложно даже перечислить всех призеров, в чей адрес звучали слова благодарности и музыкальное поздравление от лица московской администрации города. Мы украшаем наш город. Действительно, это и затратно, но, с другой стороны, когда видишь, что красиво выглядят наши административные здания, наши улицы, и город проблежается. Поэтому надо участвовать. И, конечно, спасибо администрации и руководству города за то, что приглашают нас к этому участию. Ну и спасибо то, что мы сегодня победители. Победители были выделены и среди учреждений в бюджетной сферы. Брестская таможня, средняя школа номер 19 и Яслисад, начальная школа номер 6 получили заслуженные награды. А это пример того, что главное для участия в конкурсе – небольшие денежные затраты, а огромное желание подарить красоту и ощущение праздника окружающим. Говорят, красота спасет мир. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы детям было комфортно учиться, комфортно приходить в школу, чтобы школа радовала не только успехами, но и красотой, и внешней, и внутренней. Очень отрадно, что отметили в этом году наши старания. Спасибо огромное родителям, учащимся и педагогам школы за активное сотрудничество, за творчество, за то, что мы хотим сделать мир лучше. Если каждая организация хоть по чуть-чуть, каждый год будет наращивать свои административные здания или еще какие-то учреждения, в целом город будет расцветать. Поэтому мы видим с каждым годом, как у нас все улучшается. Рядом с нами находится Савушкин продукт. Вы понимаете, просто великолепно там гулять вечером. Поэтому это нужно нам, это нужно нашим людям, это нужно и городу, это нужно всем. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Встречи в трудовых коллективах с руководителями различных ведомств и систем уже давно стали хорошей практикой. Это отличная возможность посмотреть, чем живет предприятие, какие у него есть успехи, какие проблемы и трудности, а также шанс узнать напрямую, чем живут люди, что их волнует, что тревожит. Эту же функцию выполняют и открытые диалоги с молодежью. В ВУЗы достаточно часто приходят представители вертикали власти, чтобы с одной стороны поделиться той информацией, которой они располагают, а с другой послушать мнение молодых, узнать их видение сложившейся ситуации, обсудить насущные проблемы. На текущей неделе в Брестском государственном университете имени Пушкина прошла встреча заместителя председателя Брестского облсполкома Геннадия Борисюка со студентами. О чем говорили, какие вопросы затрагивали, в чем видят свой эффект от таких открытых диалогов и руководители, и молодежь. Об этом они только подробнее прямо сейчас. Интересно, какой человек прошел путь. Когда-то он был на нашем месте, а сейчас он находится там. И, безусловно, интересно спросить его о тех качествах, которые помогли ему добраться на эту вершину. Безусловно, каждый студент стремится к чему-то более высшему, и поэтому я думаю, что сегодня будет очень продуктивная беседа. Это интервью наша съемочная группа записала за несколько минут до начала открытого диалога. Для молодых людей каждая встреча с руководителями такого уровня – событие знаковое. Во-первых, потому что юноши-девушки имеют возможность быть услышанными, задать волнующие их вопросы. Во-вторых, это хороший шанс познакомиться ближе с теми, кто руководит регионом. Эта встреча, скорее, не официальное событие. Это разговор о насущном, о том, что действительно важно. Для Геннадия Борисюка визит в Пушкинский университет событие особенно приятное, ведь именно этот вуз стал его альма-матер. В большом трудовом стаже 18 лет посвящены системе образования. Именно поэтому Геннадий Борисюк знает, какая ответственность возлагается на учителя. Так как университет имени Пушкина в своем большинстве готовит будущих педагогов, и именно им уже через несколько лет предстоит приступить к своим непосредственным обязанностям, молодые люди должны понимать, что от них ждут общество и государство. Учителя разные бывают. Один пришел, уроки дал, два часа его уже в школе нет. Все. Так или нет? А другой, которого ученики помнят, вспоминают через 20 лет, или всю жизнь, говорят, первый учителя и так далее. Потому что он душу вкладывает. Он своим примером, своим каким-то авторитетом. Это не такие общие слова, это действительно так. И вот на это, а это все сейчас перевязано. Если раньше это было проще, там, сказал, книгу прочитал, где-то в экскурсиях, то сейчас еще интернет, сейчас еще все вот эти различные вбросы, которые идут, которые на детей. И поэтому это очень важно уметь. И не просто быть пассивным там каким-то пользователем, а где-то дискутировать, отвечать, спорить. Одна из ключевых позиций обсуждения итогов 6-го Всебелорусского народного собрания, участником которого стал Геннадий Борисюк. В рамках открытого диалога президент рассмотрел каждую из сфер жизнедеятельности. Остановился и на системе образования, которая сегодня должна быть нацелена на воспитание гармоничной личности, умеющей думать и рассуждать, а также ценить то, что есть в своей стране. Дети и молодежь – это наш приоритет. Еще раз говорю, не надо заниматься нравоучениями. Да, где-то надо и лекцию прочитать. Да, где-то надо повести за собой своим примером. Но скажите, в советские времена была хорошая традиция. Мы совершали экскурсии, особенно каникулы. Это мы заняты были спортом, экскурсией, Брестская крепость, еще куда-то. И главное – на предприятии. Чтобы дети наши видели, как трудятся их старшие товарищи родители и какой продукт они создают. Дети воспитываться должны на этом. Чтобы они видели, что мы действительно нация продвинутая и умеем такое творить. Может быть, меньше тогда будет и за рубеж смотреть. Все в элементарном, все мы это проходили. Нужно встрепенуться. И здесь к системе нашего образования есть серьезные претензии. Еще раз скажу, не будем заниматься своими детьми мы. Ими займутся чужие учителя жизни. И тогда в истории белорусской независимости, которую должны продолжить наши дети, в этой истории можно будет поставить жирную точку. По мнению Геннадия Борисюка, система образования сегодня должна наполняться кадрами, которые знают, зачем приходят в профессию. А их задача – не только научить школьника о замдисциплин, но и дать ему достойное воспитание и ориентиры по жизни. Кроме того, приоритетными для представителей вертикали власти остаются вопросы условий, в которых трудятся педагоги. За последние несколько лет в регионе были открыты новые большие уютные школы, а также создание дополнительных площадок для работы с дошкольниками. Здесь поставлена задача развивать различные формы. Не просто строить детские садики, в том варианте, в котором они сейчас есть, а есть сейчас такая практика, и она уже в Брестской области развивается. В Бресте, в Трагичинском районе, встроенные детские сады, когда на первом этаже, в зданиях, территория, значит, там немножко другая методология, вот строят такие частные детские сады, какие-то различные формы, то есть привлекать инвесторов, чтобы они строили. Экономический потенциал Брестской области, пути развития социальной сферы образования, правовые основы и нравственно-духовные ценности. Эти и многие другие вопросы стали центральными темами большого открытого диалога. От монолога и аналитики к диалогу. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны из зала звучали вопросы о том, какие мероприятия запланированы на важные даты. Не остались без внимания и программы поддержки молодых специалистов. В новой социально-экономической программе с 2021-2025 годы есть такой приоритет, как «Счастливая семья». Скажите, пожалуйста, какие программы будут в дальнейшем преобразовываться в нашем детском регионе касательно этого приоритета? Одна из задач перед исполнительной властью – задержать молодого специалиста на рабочем месте. Как его можно задержать? Очень просто. Хорошая квартира, хорошая работа, детский садик, если так или нет. И в принципе наша страна не такая большая, чтобы делить ее на столицу и какой-то сельский населенный пункт. Почти у каждого есть автомобиль. При желании вы с любой точки Белоруссии в Минск заедете за не пару часов, но 4-5 это уже за глаза. Так или нет? Вот и все. То есть вот именно, я даже скажу так, никакие программы будут, а что отношения, что вот это один из приоритетов молодой семьи, молодежи для развития нашего государства. Общение длилось более двух часов. За это время Геннадий Борисюк ответил на достаточно большое количество вопросов. Поделился мнением и оценкой тех событий, которые произошли в стране. Эти встречи заместитель председателя Брестского облсполкома считает важными. Ведь только через общение с молодежью можно понять, что сейчас действительно актуально, над какими темами нужно еще хорошо поработать. Встреча в целом прошла очень интересно. Мне понравился процесс, когда рассказывали о дальнейших планах нашего региона. Это возможность услышать политику, а также более конкретно разбираться в ней и сделать для себя какие-то акценты и приоритеты. Чтобы знать общую картину, чтобы понимать общую ситуацию в стране, в городе, в области, нужно знать мнение разных социальных слоев. И если люди моего возраста, может быть постарше, образ мышления, понимание тех или иных процессов более-менее знакомы, то молодежь это, наверное, тот такой социальный слой нашего населения, который всегда желает и хочет стремиться к лучшему, к новому. И поэтому очень важно понимать, это определенная такая лакмусовая бумажка, определение вот тех вещей, которые делает власть. Правильно, неправильно, может быть на что обратить внимание. Поэтому мнение молодежи очень важно для того, чтобы сверить, как идти, в каком направлении. Это очень ценная практика. Практика проведения подобных открытых встреч будет продолжена. 80 лет – это много или мало. Педагоги и учащиеся системы дополнительного образования Брещины в один голос уверенно вам заявят, что это только начало. Ведь учреждения дополнительного образования детей и молодежи в этом году переступили в восьмой десяток. Страна счастливого детства, уголок творчества, место силы и вдохновения – все это как нельзя лучше описывает работу учреждений дополнительного образования, куда всегда спешат дети, оставив домашние задания и школьные учебники. Накануне в Брестском областном центре молодежного творчества состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею. В центре молодежного творчества собралось большое количество гостей. Возможность поделиться опытом и найти новые знакомства среди представителей учреждений дополнительного образования Брещины многих поколений была у каждого. Этому содействовало и разнообразие представленного методического материала и приятная музыка. Атмосфера праздника царила в каждом уголке, ведь и с теми дополнительного образования 80 лет. Сегодня в систему дополнительного образования приходят не по необходимости, а по желанию более 50 тысяч детей в области. Это каждый четвертый ребенок. Каждый четвертый. Это притяжение очень сильное. И сегодня мы горды тем, что на протяжении 80 лет решаем категорически важные задачи как для государства, так и для каждого отдельно взятого ребенка. Мы даем возможность ему реализовать себя в том, что ему нравится. Стать в конечном итоге состоявшимся человеком, либо в профессии. Просто стать хорошим человеком, получить много хороших позитивных эмоций и завести много хороших друзей. Да, переоценить вклад системы дополнительного образования в общее дело невозможно. А среди флагмана выделяют Брестский государственный областной центр молодежного творчества. Для детей здесь есть где развернуться. Кто-то нашел себя в изобразительном прикладном искусстве, кто-то решил заниматься вокалом или танцами, другие увлечены шахматами. Но главное, каждый из воспитанников центра искренне любит то, чем он занимается. Дополнительное образование – это образование до полного. То есть для того, чтобы личность была широкая, полная, в плане именно восприятия жизни, творческих каких-то способностей и так далее, им, конечно, надо заниматься в кружках, объединяя их по интересам, развиваться, общаться, так скажем, коммуникативные способности в себе развивать. Поэтому этому способствует наша команда педагогов. Более полторы тысячи педагогов у нас работает, высококвалифицированных в области. Такая же высококвалифицированная команда педагогов работает и в городском центре дополнительного образования детей и молодежи. Научиться танцевать или рисовать, создать первую модель игрушечного самолета или отправиться в туристический поход – все это под силу учащимся центра. Ведь богатству объединений по интересам учреждения можно позавидовать. А потому и ребят, которые с любопытством изучают, выбирают то, что им близко по душе много. Без малого – 1800. Сейчас и родители, и дети заинтересованы в том, чтобы не только освоить школьную программу, но и получить дополнительное образование. Ну, а все же хотят и развиваться, и участвовать в различных интеллектуальных, и других конкурсах, и олимпиадах. И мне кажется, сейчас все заинтересованы, и родители, и дети, чтобы получать дополнительное образование. Торжественное мероприятие собрало в одном месте педагогов системы дополнительного образования со всего региона. На сцене звучали многочисленные слова благодарности и поздравлений, вручались грамоты и награды. Насыщенная концертная программа притягивала взгляды зрителей и вызывала восхищение. Сегодня праздник только для педагогов системы дополнительного образования Брещена. Музыкальные номера, поздравления, награждения. Ведь даже после стольких лет, десятилетий, когда менялись аббревиатуры, места прописки, учреждения, неизменным осталось одно – любовь к творчеству и вера в то, что каждый ребенок может добиться успеха. И везде, где нам приходилось общаться с нашими коллегами, с российскими, с украинскими, с дальнего зарубежья, все говорили одну фразу – вы очень богатое государство, потому что вы даете возможность за счет бюджета детям не только получать образование, но и развиваться, развиваться творчески, развиваться физически. А потому самые главные награды для педагогов системы дополнительного образования всегда были и остаются воспитанники, наделенные теми, знаниями и умениями, которые помогут им реализовать себя в жизни. Следующий материал нашей программы – это продолжение истории полуторагодовалой брещанки Арины Рудницкой, в которой поставлен неутешительный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Это генетическое заболевание, вследствие которого постепенно утрачиваются моторные функции. Диагноз – не приговор, если вовремя сделать укол дорогого лекарства. Один укол, но стоимость его для родителей Арины неподъемная – более 2 миллионов долларов. И самое главное – ввести препарат нужно до того, как ребенку исполнится 2 года, иначе эффекта не будет. Екатерина Рудницкая, мама Арины, через социальные сети и наш канал обратилась ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи. Помогают. На данный момент уже собрано порядка 140 тысяч долларов. Подключились к сбору средств и работники дипломатических миссий, работающих в Бресте, организовав турнир по бильярду, который поддержала и городская администрация. Деньги призового фонда мероприятия решили отдать на благие дела. На этой неделе вся сумма была передана семье Арины Рудницкой. Маленькое солнышко, как называют Арину в семье Рудницких, появилось на свет полтора года назад и ничего не предвещало беды. Здоровая девочка и здоровая мама и папа, благоприятные роды, прекрасное развитие малышки. Все изменилось в одночасье. Родители заметили, что девчушка ближе к годику. Вместо того, чтобы начать ходить, перестала ползать. Стала вялая и быстро уставала. Обратились к врачам и услышали диагноз. Спинальная мышечная атрофия. Это спинальная мышечная атрофия. Я открываю интернет, телефон, я читаю. Первый тип. Дети не доживают до двух лет. Второй тип, который ставят ей, не доживают до совершеннолетия. Я дальше читать ничего не могу. Я не могу вникать уже ни в какие подробности, от чего, как. Потому что это мой ребенок. Здоровый, мой нормальный, хороший ребенок. Самое сложное, признается Екатерина, услышать, что у твоего ребенка такой диагноз. Осознать, что это у нас в Беларуси не лечится. И, наконец, понять, что нужно искать помощь, поддержку. Ведь лекарство уже есть. Залгенсма. Его производят в США. Но для молодой семьи цена его астрономическая. 2 миллиона 250 тысяч долларов. За инъекцию. Но один укол будет спасением. Возвращением Арины к полноценной жизни, к играм со сверстниками, прогулками, танцами, спортом. Мы понимаем, что один из самых лучших вариантов сейчас, на текущий момент для Арины, это препарат Залгенсма. Потому что это укол, который колется один раз на всю жизнь. Есть шанс, как что один раз уколов данный препарат, ты забудешь, может быть, да. Какое такое не забывается, но... Забудешь об заболевании навсегда. Не сдаваться. Искать помощь и поддержку. Такое решение приняли на семейном совете. И забили в колокола. Ведь человек не должен оставлять друг друга в беде. Особенно, если времени мало. И на счету каждый день. Особенно, если речь идет о самых слабых и беззащитных на этом свете. О больных детях. И отклик нашелся, рассказывает Екатерина уже на приеме в Словацком консульстве. Много людей звонят, пишут, организовывают флэш-мобы, перечисляют деньги. Собрано около 140 тысяч долларов. Молодая женщина признается, что организованный дипломатическим корпусом благотворительный бильярдный турнир, поддержанный мэром Бреста Александром Рогачиком и деньги призового фонда, переданный ее семье в поддержку Арины – это жест доброй воли. Это трогательно и душевно. Первое, когда я узнала про результат, что все-таки нам будет вот эта сумма выделена, подарена, это чувство благодарности, благодарности организаторам турнира, участникам, которые сказали «давайте деньги детям». Второе – благодарность мэру, который не принял решение самостоятельно, не сказал «отдать туда», а прислушался к мнению народа. Это очень ценно, особенно для руководителя. И благодарность всем этим людям, которые просили за нас, они просили, писали мэру, что «давайте поможем Арине». И для меня это так ценно, когда люди, они мне вроде бы чужие, и они становятся не чужими. Сейчас Арине было полтора года, два дня назад. Чужие люди прислали ей подарки, понимаете? Я понимаю, что мы не одни. Это так приятно и так ценно для нас. Весь дипломатический корпус, находящийся в Бресте, очень, ну, скажем так, сразу, моментально поддержали эту идею, и все согласились принять участие. Есть такая восточная мудрость, всего три слова. Милосердие рождает совесть. Вот, мне кажется, очень глубокий смысл в этих словах. И мне кажется, если каждый человек заглянет себе в сердце, он все-таки будет делать хорошие и правильные поступки. Искренность, бескорыстность, милосердие – это ведь что-то вечное и незыблемое. Никто не оспорит тот факт, что эти слова относятся к добрым людям. Один человек – это сила. А когда собираются вместе ни один, ни сто, ни тысячи людей, а гораздо больше, эту силу можно умножить в разы. Это и есть милосердие. А оно чрезмерным не бывает. Победа в нашем деле – это не вопрос больших пожертвований. Это вопрос широкой огласки и участия каждого. Ведь если каждый четвертый белорус поделится с Ариной одним долларом, мы победим. Арина будет здоровой. Лариса Осмолович, Андрей Херба, Александр Макаревич. Для программы «Итоги недели». Как важно делать добро, как важно любить людей. Ведь любовь к людям – это те крылья, на которых человек поднимается выше всего. Продолжая разговор о благотворительности, о милосердии людей, хочется сказать им огромное спасибо за все то, что делают они во благо нуждающихся в их помощи. Пусть крылья их милосердия не опускаются. Счета для помощи Арине Рудницкой созданы в нескольких банках. Открыт интернет-кошелек на ресурсе Яндекс.Деньги. Поможем Арине Рудницкой вместе. Ваша маленькая помощь спасет жизнь малышки. Ловите момент. И брещане его словили. Очень много людей начали свой сегодняшний уикенд с брестской лыжни. Участники зимнего спортивного праздника, который развернулся на грибном канале, решили не терять зря драгоценное время, а провести его с пользой на свежем воздухе. В арсенале у каждого лыжи, а деловые костюмы сменила спортивная форма. Своё участие каждый обосновал по-своему, но в целом аргумент один. В ближайшее время зимних и морозных дней уже не предвидится. Показать спортивную сноровку, умение принимать решения не только сидя в кабинетах, но и на лыжне, находя правильные приемы в опережении соперников, очень неплохо. Эмоции переполняли как участников, так и болельщиков. Большое количество участников на зимнем спортивном празднике Брестская лыжня 2021 доказывает, насколько горожане успели соскучиться по пушистому снегу и крепкому морозу. А главное, по тем видам спорта, для которых эти атрибуты зимы необходимы. В этом году зима порадовала жителей, немножко нагрузила коммунальников, но в целом мы вернулись к тем форматам, которые были. Брестская лыжня – это один из форматов нашего спортивного, как говорится, самовыражения. Я очень рад, что на излёте зимы нам погода ещё позволила провести эти мероприятия. Мы их дальше будем проводить, потому что я всегда подчёркиваю одну мысль, что спортивный чиновник – это здоровый чиновник, а здоровый спортивный чиновник – это эффективный чиновник, а эффективный чиновник – это просветающий город. Продемонстрировать свою спортивную сноровку в зимних соревнованиях решили представители городского исполнительного комитета, администрации, города, учреждения, образования, специалисты коммунальных служб и многие другие. Вооружившись спортивной формой, лыжами и хорошим настроением, участники встали на лыжню. В сегодняшнем празднике Брестская лыжня 2021 принимает участие более 400 человек. Это представители организации города, это любители лыжных гонок, это представители учреждения образования, администрации района, силовых структур. Сегодня очень много людей, которые решили поймать последние снежные деньки и участвовать в нашем празднике. Почему я называю праздник? Потому что это не профессиональные соревнования. Здесь у нас профессиональных спортсменов в принципе нет. У нас все любители, а в городе Бресте вы сами понимаете, что это экзотический вид спорта для города Бреста. Я надеюсь, что сегодняшние соревнования пройдут очень весело, задорно. И главное без травм, главное всем здоровье. И мы по факту, я думаю, получим хорошее, бодрое настроение. Зимний спортивный праздник Брестской лыжня 2021 в этом году проходит очень масштабно. В числе участников есть уроженцы тех мест, где среднегодовая температура колеблется в районе 20-30 градусов тепла. В числе таких Олег Эргуэлес, который приехал в Брест из Кубы. В таких мероприятиях я участвую уже не первый раз. Эмоции переполняют. И вообще здорово, что власти города предоставили такую возможность, такое нелегкое время поучаствовать в соревнованиях. К морозу я отношусь вполне себе отлично. Переношу его, так как давно здесь живу и адаптировался. Чувствую себя как настоящий брещанин. К старту все готовились по-разному. Одни еще до начала соревнований захотели опробовать лыжню, в то время как другие решили поберечь свои силы и оставались спокойно ждать стартового сигнала. И если у каждого из участников была своя тактика, то у болельщиков она не отличалась. Поддерживать своих как можно громче. Такой план был у них. Приближаемся к финишу и среди Ленинской администрации, а также к российской школе. Каждый из участников старался быстрее других преодолеть трассу. Удивительно, но дух соперничества никак не портил радостную атмосферу спортивного праздника. Дойдя до финиша, спортсмены-любители, приводя дух, делились с нами только приятными эмоциями. Очень понравилось. Мы, конечно, не спортсмены, но иногда в свободное время от работы ездим. Очень весело, но сложно по-своему, потому что спорт не спорт, но впечатление очень хорошее. Супер! Это точно победа на сувой настроение! Супер! Просто лучше не бывает! Ура! Эмоции от зимних забав переполняли как участников, так и болельщиков. Благодаря таким соревнованиям брещане смогут надолго запомнить последние зимние и снежные дни в городе. По прогнозам погоды, в ближайшее время морозной и снежной зимы уже не предвидится. А потому брещане решили не упустить возможность, чтобы провести это время весело. Лыжи – отличный способ зарядиться эмоциями и хорошим настроением. Потому совсем не удивительно, что столько людей решили начать свой субботний день именно здесь. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, какими их увидели корреспонденты Бук ТВ. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить – это было ваше телевидение Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. До встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин